Всех приветствую, продолжая просматривать картины художников, знакомиться с их биографией. Аугюст Тулмуш родился 21 сентября 1829 года в Нанте. Французский художник-жанрист. Был сыном Эмиля Тулмуша, его жены Роу Софи, прожженный Тулмуш Мерсье, мало что известно о его детстве и юности. У Агюста Тулмуш был дядя по имени Рене, который был скульптором и, возможно, дал ему первые идеи и уроки. Тулмуш обучался в Нанте с 1841 года у Рене Амеде Минара, а затем у художника-портретиста по имени Берон. В 1846 году он переехал в Париж и учился у Шарла Глеера. Одна из его картин была выставлена в салоне, она получила приз и была выкуплена императором Наполеоном III. В следующем году империатрица Евгения купила еще одну картину Тулмуша. Предметом этого изображения был первый шаг малыша. Тулмуш специализировался на изображениях в домашней обстановке с матерями и детьми, а также с молодыми девушками. Эти работы находили большой отклику клиентов. Он продолжал выставляться в салоне и, в свою очередь, был награжден медалей в 1861 году. Я пользуюсь переводной википедии. В 1862 году женился на Марии Лекадр, родственнице Клода Моне. Поскольку в то время как раз велись поиски наставника для молодого Клода Моне, который будет сопровождать последнего в учебе в Париже, Тулмушу было поручено это задание. Он познакомил Моне с Глеером. Однако именно через Глеера Моне познакомился с такими импрессионистами, как Пьер Огюст Ренуар, Альфред Сеслей и Фредерик Базиль, который вскоре стал близким другом. Тулмуш, ставший кавалером Почетного Легиона в 1870 году, остался верным своему академическому стилю. Цвета Тулмуша стали ярче. Под влиянием Моне его послеобеденной идиллии 1874 года есть элементы японского стиля, а портрет Камилы Донсье в роли японки написанной Моне не совсем отличается от Элисиэ Пупе де Пулмаш, как их называл Золя. Тулмуш покинул Париж в 1871 году и вместе с своей женой переехал в аббатство Нотердам де Бланш-Курон, которое вскоре стало местом встречи многих художников. Его картины пользовались спросом как у французских, так и у американских коллекционеров. В 1877 году был включен статью о французском искусстве журнале «Харплесс» New Monkly Magazine. В 1878 одна из его картин была удостоена третьей премии на Всемирной выставке в Париже. Его жанровые картины постепенно вышли из моды. Возможно, Тулмуш столкнулся с финансовыми трудностями, потому что в 1877 году он продал свою коллекцию антиквариата и статуэток. В 1890 году он умер в своей квартире на улице Виктор Массе в Париже. Работа Тулмуша находится в Лувре, Музее изящных искусств Нанти, Музее изящных искусств Бостоне, Художественном институте Стерлинга и Фенсинг-Кларк. Вот так вкратце из переводной википедии у художники, французском художнике Жан Ристи о гюст Тулму. Пока-пока, до свидания.